Здесь находится бункер для сбора снега, тут находится бак для воды, здесь находится кондиционер. С помощью вот этой ткани вода распределяется равномерно по льду. Такой механизм наверняка хотела бы заиметь любая хозяйка, три в одном – пылесос, утюг и швабра. И пол будет гладким, как лёд. Только работает лёдозаливочный комбайн исключительно на катках. Сейчас, например, аппарат со сложным названием – ресурфейсер – собирает снежную пыль после коньков. Потом срезает повреждённый слой льда и разравнивает горячей водой – около 70 градусов. Она словно растекается по поверхности и затапливает все неровности. Такой процесс называют завариванием льда, а работников катка – ледоварами. Они же трактористы, ведь система управления здесь такая же. Так, после сдачи экзамена на вождение, в профессию пришёл и туляк Владимир Воробьёв. Мужчина болеет за АКМ. Теперь и от его умений зависят результаты любимой команды. Во время матча, во время периода, даётся 16 минут. Здесь надо успеть залить за 7-8 минут. И 8 минут, соответственно, за то, чтобы лёд застыл. Тут надо и не много, и не мало подать воды. Поэтому процентов 60 воды мы заливаем. То есть, если у нас бак получается 900 литров, то мы выливаем где-то в среднем 600. О таком объёме работы в середине прошлого века можно было только мечтать. Ведь заливали каток вручную. Воду лили из бочки, а верхний слой льда снимали со скрипками. Всё изменилось, когда 16 января 1949 года инженер-изобретатель Фрэнк Замбони автоматизировал процессы в едином механизме – ледозаливочной машине. Этот день и стал профессиональным праздником ледоваров. А комбайн начали использоваться и на закрытых, и на открытых площадках. Например, на губернский каток он выезжает по 7 раз в день, каждые 2 часа. Работа на ледовое арене какая-то постоянная. Там, в принципе, ничего не меняется. Всё одинаково. В зависимости от того, сколько нарежут хоккеисты, больше и меньше. А здесь мороз ударил сильно, лёд весь потрескался, полопался. Необходимо латать, необходимо быстренько делать. В водичку погорячее лить. Если плюсовая температура, то, соответственно, лёд мягенький. Необходимо холодильную установку помощнее добавить, разогнать её, чтобы похолоднее было. Кстати, для разных видов спорта делают разное покрытие. Хоккеисты предпочитают более холодный, более жёсткий лёд. Оптимальной будет его температура около 5 градусов. Слишком тёплый лёд может влиять на скорость игроков, а слишком холодный лёд может стать причиной появления сколов льда. Фигуристы же предпочитают покрытие с температурой от 3 до 4 градусов. В таком температурном диапазоне лёд более мягкий и даёт нужное сцепление с коньками. Варвара Игнатова, Руслан Кравченко, Первый Кульский.